Ну он обычно какой-то оранжевый, а то мне показалось, что он бурый. А по-моему, он бурый и есть. Да? Да, какой он оранжевый. Оранжевый, помнишь, помнишь, делали краску оранжевую? Она была более желтая. Это скорее та красная краска, в которую мед макать. Ну, 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 посмотрим. А ну, здорово. Мы открыли. Да. Не, 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 не мы открыли, это он открыл. Там мужик побежал, я как сейчас помню. Ага. Ну тогда я поздороваюсь. Всем здравствуйте. Всем здравствуйте. С вами она, лавик книгачей, и он мистер Фрей. Я вижу лавку Стефана. Стефан, это случайно не бомж? Да. О, я вижу лавку бомжа, таверну и прочую ерунду. Я не понимаю, почему чёрная тень, убегая от нас, как я понимаю, оставила открытым эти ворота. Ты посмотри только, тут перевод в текстурах. Так мы всегда вот только в эту версию играли. Причём, погоди, погоди, может быть это, кстати, даже не текстура. Это вполне вероятно. Вполне вероятно, что это текст. То есть, что такое перевод в текстурах? Ну, ты понимаешь, это картинка. И когда на картинке что-то написано, а ты это стираешь в фотошопе и пишешь что-то своё, прям рисуешь. Это правильно? Да, совершенно верно. Вполне вероятно, что в этой странной игре вот то, что мы сейчас видим, это не картинка, а именно текст как бы накладывается на это своеобразные движки. Хотя я не знаю. Я в кишках игр копался только не так давно и совсем-совсем мало. Я в этом ничего не соображаю. Плеск в фонтан действует успокаивающе. О, мы просто обязаны приходить сюда успокаиваться перед фонтаном. Как когда, понимаете, прикольная головоломка, она не решает за ней криминат, сволочь. Слышь, ну же, подойди к фонтану, успокаиваясь. О, силь. Соль. Силь. Мешок крепко связан, но возможно мне удастся чем-то острым проделывать в нём дырку. Штопором. Шило, вообще-то. Шило. Штопор. А, кстати, прикольная вылова. Потрох. Ня. Это не сработает. Пэдди, а она называется как грязная параша или как? Грязная параша. Совершенно верно. Вот я это тебе и подсказывал. Грязная параша. Эти мешки мне напоминают тес. Шмес. Тес? Мешки? Мне вообще мески. Мешки тебе, в принципе, напоминают тес почему-то, да? Совершенно верно. Дело заключается в том, ушёл в таверну, скоро буду, Стефан. Какая злая бабочка. А я помню, она улетала, да, было что-то такое. Она сейчас вернётся. Зараза. Это мотылёк вообще. Мотыль? Мотыль, мотыль, мотыль. Такой здоровый ещё. Ну, бумажки размером. На него хорошо щуку ловить? Э, я не буду ловить щуку на... Вообще никогда не буду рыбачить. Охренели что ли? Я рыбачил. Да? Я поймал много рыб. Первый раз, когда рыбачила, больше потом не мог поймать ничего. Поймал много рыб прям? Да, а куней? У нас весь морозильник был в моих окунях. Это вы действительно напугали меня. Я никого не ждал. Хотите что-нибудь выебить? Если да, то вы находитесь в нужном месте. Ой, старый добрый пьяница. На самом деле, мы здесь потому, что хотим задать тебе вопрос. У тебя есть ключ к главным воротам? Да, у меня есть ключ. Может, подбодрите меня немного и сыграйте со мной в карты. Если вы выиграете, то получите ключ. Карты лежат на столе. Интересно, я этого совсем не помню. Как же с ним играть в канты? В канты? В канты, да. Я как ты в том видео. Тоже ем теперь. Вот это верно. Иногда нужно уметь расслабиться и побаловать себя немного. Иначе можно сойти с ума здесь. По-моему, только это и делает. Ага, ага. Так, ну-ка, ну-ка, просмотрите внимательно. Как туз пик. Смешивайся с другими картами. Укадайте три раза подряд, где он находится. На, это прикольно, давай. Справа. Ага. Так, давай. Давай. Я его потеряла. То ли слева, то ли по центру. По-моему, слева. Или по центру. Справа. Нет, нет, нет. Это, это, это право, да? Да, или, или, или с другого лево, или, или по центру. Ооо. Угу. Слева. Вот он? Да. Да, мне тоже так показалось. Ну, вы заслуженно одержали победу. Ключ от ворот вы найдете в моем магазине. Я слишком устал, чтобы идти за ним. Вы можете с вами взять его, но вам понадобится код, как его там. 1, 6, 3. Хм. Я забыл последнее число. А, все равно вы выясните его сами. Нет, это там подбора? Да нет, просто тут психи шатаются. Все каким-то образом через шопу делают. Вот он и решил. Я забуду число, притворюсь. Или нет? Или я не знаю? Или ты вообще о чем? Не суть. Слушай, мы, по-моему, можем, да. Взять бутылку. Отдать его. А, это уксус. Это оно здесь стоит и превратилось в уксус, я понял. А-а-а. Ну, кстати, я не знал. Такое бывает? Ну, смотря что такое уксус. Я знаю, что уксус это действительно что-то вроде бы как... Самогон. Давай смешаем с вином, с уксусом то, что надо. А, черт. Не хочет. Лажак. А в соль добавить. Да-да-да, здесь, по-моему, такой механики нет по определению. Я так предполагаю. Похоже, да. Потому что обычно в поисковиках это специальные... Не факт, не факт, не факт, не факт. Это, я думаю, именно в тех поисковиках. Во многих, во многих. Да? В других тоже видела? Да. Ну, ты узнала, что я гораздо больше поисковиков, чем я. Нет. Причем ты это сделала, пока меня... О, черт, он умер! А, в смысле исчез. Вот свечка по нем стоит. Он точно умер. Проклятие. Стефан, я буду сожалеть о твоих потерях. Так, как он говорил, 1-6-3. Ой, я забыл. А! Вроде так. Ты сама это делаешь? А, нет, 1-6-3, да. И что дальше? А потом, не знаю. И потом какое-то число. А-а-а! Семь. Ты это помнила, что ли? Я это припоминала. Понятно. Давай так. За заднюю память. За задним умом, да. За задним умом. Семь. Давай. Да. Во. Это ж было такое в кинзадзе. М-м-м. Заднее слово. Это самое. Окей, продолжаем. Я вижу ключ. Тебе нужен ключ? Я думаю, тебе нужен ключ. Возьми ключ. Где? На мешке, который мне напоминает Тес. А. Ну да, теперь ищем бубен. Потому что эти идиотские мешки везде лежали. И я в этом дурацком, первом этом самом... Сначала мне нужно открыть эту банку. Открыть эту банку. Тесаком! Но это не сработает. Ты упоролся. Я всегда такая, если ты не заметил. Лучше порежь мясо тесаком. Это имеет больше логического смысла. А-а-а! Кусок мяса! Мне нужен был кусок мяса. Да. Ну тогда это все объясняет. Кофеварк. Нахрена? Зачем ты? А, тебе нужна кофеварка. Кофеварк. Дааа! У нас всегда будут такие реакции. А в вазу нужно положить фрукты. Ага. Это имеет смысл. Да. Обязательно. Кукуруза! Мне нужна была просто кукуруза. Это лаванда, наверное. Так. Это сыр. Это не фрукт. А это овощ! Это точно сыр! О, это сыр! Ага. Круто! Так, а это фрукт. Я вижу вон там фрукт. О! Хорошо. А овощи мне не нужны, они ублюдки. Зато тебе нужна фиссель. Ага. Хотя кто кладет с фруктами овощи? Я. Ага. Ну и... Вот. Может быть, вот эта штука справа. Это, наверное, открывалка для фасоли. Штука справа? Да. Совершенно верно. Точно? Круто! Ее просто гораздо лучше заметно. Опять же, Ивар... В этих видео дохрена вспоминаю Ивара. Именно по этой игре. Нет. И Ивайзики тоже. Ну, он постоянно в тему. О, господи! Ты что делаешь с лампочкой? Ааа! Так вот, Ивар говорил так. Он говорил, вот раньше поисковики были поисковики. Там предметы рисовали прямо на картинке. Ага. И они ничем не отличались. Их видно не было. Потому что они являлись частью этой картинки. Они были на ней нарисованы. И... А здесь, он говорит сейчас, разрешение не то. Все не то. Прям можно посмотреть, как-то там что-то пересмотреть, и видишь, что оно отличается. Аксифляшка! Вон там, вон, под окном, не она? В этом вот? Нет, не она? Нет. 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 Я вижу только кальян. А бубен ты, может быть, видишь? Бубен не вижу. Я нихрена не вижу. Э? Давай. Что он нам подскажет? Это фляжка или... Пробка. Это пробка, я просто. По размеру понятно, да. Ну, могли бы догадаться. Погоди, бубен. Бубен, бубен, да. Где же он? Проклятый поисковик, мать его. Все, ты ищи бубен, а я вспомню еще что-нибудь из того, что говорил Ивар. О, фляжка! Я нашла фля... Это фляжка была? Я думала, это пакет с мухой. У меня... Пакет с мухой. У меня были подобные фляжки. Знаешь, я когда ходил в первые годы университета... О, бубен! А, это бубен. А я думал, что это дыня. Я тоже. Охрененно заныкался. Что, продолжаем разговор? В смысле, преследование. Да, сначала ему нужно открыть обороты. О нет, ключ сломался. Какая неудача. Нам придется поискать другой способ, чтобы открыть ворота. Замок старый ржавый. Может быть, мы можем как-то ускорить процесс коррозии. Я помню, мы сделали что-то вроде кислоты тогда. Привет. Я вижу у вас трудности с замком. Хм, давайте посмотрим. Может, это поможет? А, рецепт. Уксус, самогон, соль. Норм. У нас все это есть. Как, как, как? Где их смешивать-то? Уже все забрали здесь. Я как сейчас помню это. А, про количество, качество и все такое. Да. А, мне надо сначала все это расставить. Я помню, кстати, это было несложно. Хочешь, я сделаю? Да. Может быть. Где кислота? Это уксус. Не путай меня. Это, не, это смогон, а это уксус. Да. Что сначала-то надо. У меня даже не в этом вопрос. Куда их лить-то вообще? Сначала нужно положить все вещи чего? Сюда что ли? Сначала нужно положить все ингредиенты в большой сосуд. Жми в большой сосуд. А. Понятно. Понятно. Так. Значит, выберите сосуд, за который хотите распределить жидкость так, чтобы сосуд был заполнен на 4 единицы. Ну да, все понятно. Давай я сделаю. Средний сосуд? Ага. Ну давай, давай, делай. Я, правда, не уверен, что я смогу. Это интересная тема. Я, наверное, это уже рассказывал в каких-то видео. Суть в том, что это самое, что... Так, секунду. У меня здесь три, здесь три. То есть я могу это вылить, наверное, сюда, это сюда. Нет, наверное, в этом нет смысла. Хм. А, нет, в этом есть смысл. Вот. Этому меня учили внезапно на информатике. У тебя вроде была информатика, а меня, короче, на информатике не учили ничему кроме этого. У нас вокруг валялись пустые, пустые, что я несу, старинные, жуткие компьютеры. Просто ужасные. Просто хуже, чем тот, который у меня был, самый первый мой компьютер, в середине девяностых. В середине девяностых. Эээ. Хуже, чем тот компьютер. Что ж это было-то? Да там было просто черт знает что. Просто на них ДОС идет с грифом пополам. Что-то такое. Вот. И они просто валялись, и они не работали. Идея. И вот, короче, мы, короче, в информатике заключается в том, что на полу валяются эти... О, прикольный, кстати, экран мне очень нравится. Расладной мост управляется с другой стороны, нам нужно найти другой путь в замку. Нам просто необходимо это взять в качестве этого самого, в качестве обложки. Да. Угу. Сто процентов. Вот. Кругом валялись эти проклятые... О! Ночный день. Вампиры не приносят солн... Не переносят... Вампиры не приносят солнечный свет с собой, они обжигают его вместо кожи и перевращают пепел в солнечный свет. Поэтому вампиры не активны ночью, а днем они, ну, это... Ну, делают непотребство. Днем они практически всесильные, и их сложно не можно убить. О! Ну и шицеприя, как там... Не переносят... Не переносят... Да. 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 Вампиры не переносят солнечный свет, а он обжигает их кожу и превращается в пепел. Поэтому вампиры активны ночью, а днем спят. Днем они практически бессильны, и их легко можно убить. О! То, что ты сказал, слишком нормально. Да. Проклятие. Смотри, яйца. Нужно их сбить из ружья, зарядив предварительно порохом. Эээ, ну да, тут что-то такое было дальше. Похоже на ружьё. Мне не дотянуться до гнезда, нужно как-то залезть на дерево. Зачем ему гнездо? Он голоден. Кстати, я что-то такое припоминаю. Полно жратвы было, где он стащил её из лавки Степана. Жратвы из лавки Степана? Да. Я ничего не помню. Там были фрукты. И фасоль, которую он открыл. Слышь, что хотел сказать-то? На самом деле, я что-то такое смутно припоминаю. Неужели нам в этот замок нужно будет попадать методом... О, чёрт, побери, белка! Куда ты её прогнала-то? Ай, я на самом бежал. Что-то есть в кустах, но я не осмелюсь шарить в них голыми руками, чтобы он очень острый. Он, наверное, боится острых зубков, зубков, зубочатков, белки. Эта лестница бесполезна. Ступеньки совершенно неправильно приколочены. Это вообще лестница? Какая разница? Мы, по крайней мере, можем сделать из этого лестницы. Я помню, мы из гораздо большего дерьма делали лестницу в мифах народов мира. Вы прям, действительно, берёшь дерьмо настоящее и делаешь из него лестницу. О, у нас есть лестница, теперь мы с помощью лестницы можем... Это ещё зачем? Ты хочешь... Если я представляю эту картину, приходит Гастон к лестнице, где... Где лестница, где две ступени неправильно поколочены, приносит другую лестницу и бьёт ей прямо по ступеням! А ну, колотись правильно, видишь, как надо! Ну, я думала, он сейчас залезет по ней. Лучше лезь по ней в гнезду, чтобы потом яйцами швыряться в дрозда. А, точно. То есть не в дрозда, а в это... Ой, я ушла в город. В... Как быстро? Погоди, как её зовут вообще? О-о-о! А, псичка. Прикольная. Кто это за птица? Типа ворона. Да, птица не даёт мне добраться до гнезда, мне необходимо избавиться от неё. Он её застрелит, он застрелит ворону, чтобы стыдить яйца. Хотя, погоди, там какая-то бумажка, по-моему. Да. Возможно, ему бумажка нужна. Что ж с ней делать-то? Давай забьём её порохом. С ума зашла! Тем более, ты уже пробовал, по-моему. А-а-а! Я вот, пока тебя не было, даже прогнал кузнечика. Теперь ты его не увидишь. Кузнечик, он тут был? Нам, я его прогнал. А-а-а, смотри, пёрышко зато. А-а-а! Ладно, я не буду трогать твоё пёрышко, если вы возражаете. Ты помнишь, в этой игре, по-моему, опять был лабиринт, чтобы забраться в замок, да, Жиш? Да, как в Дракуле. Ё-моё, как в Дракуле. Чёрт знает что. О, что это? Верёвка! Пойдём, пойдём, там ещё молоток. Слишком темно, чтобы идти в лес. А-а-а. Но всё равно он не пойдёт в лес. Нам нужно смастерить... Ё-моё! Это ещё что? О! Гвозди! Это хорошо, а там был молоток снаружи, кстати. Лампа очень горячая. Где ты его вообще видел? На пне. А-а-а! Сейчас я подвину свой микрофончик чуть повыше. Ну да, он так и хочет, чтобы его взяли. Угу. Так вот, о чём-то мы... Наверняка там ещё можно много чего хорошего сделать. Например... Да чё ты всё выходишь-то? Ну, я думала... Слышь, у тебя... А-а-а, вот оно, что я думала, я на эту штуку жмякаю. Он что-то хочет сказать. Кстати, прикольный вид, опять же. Опять же, там было лучшее, я тот вставлю. Всё! Я знаю, знаю. О, чёрт, я, кстати, забыл. Ну, это тоже впечатляет. Вот. Как задрадить пистолет? Собрать все части вместе... Насыпать порох. Насыпать порох и засунуть в поглубже поле. Поглубже. Так, слушай, насчёт... А, чё-то не хватает? Может, пороха или пуль, или чё-нибудь ещё? Гвоздей, гвоздей вместо пуль. Нет, я вру, конечно, не надо. Нет, гвозди нам не нужны. Молоток нужен? Нет. Что ты с ума сошла? Порох нужен. Да, нет. Сероиды, это не сработает. Слушай, 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 слушай. Пошли искать у воронья. Наверное, частей не хватает прям непосредственно. Что мы с ним сделаем? Молотком убьём? Кого? Враньё. А-а-а! Знаю! Я помню это. У-у-у-у! Как много возможностей! А, чёрт, это проклятая шкура. Я зажмурю глаза. Выходи отсюда. А, она пятнистая? Не волнуйся ты, Бэмби. А-а-а, я ненавижу Бэмби теперь. Ой, это снова вы. Наши пути постоянно пересекаются. Мы должны пройти через лес, но там слишком темно. Ты не мог бы нам помочь? Конечно могу! У меня есть фонарь. Если вы у меня выиграете в стрельбе, я отдам его вам. Ха! Нужно ко всему быть готовыми. Ага. Слушай, мне кажется, это он убийца. Убийца дворец кидает. Ха-ха-ха. А-а-а! А, нам же нужно, погоди, что же потеряться с ним в стрельбе? Уй, ё! Чё ты творишь? Погоди, а сразу резать то, что... Ой, короткий меч? Это не ножик? Нет, это короткий меч. Короткий двуручный меч. Я думаю, это кривой перевод от Вавана. Эм... Это нож явный. Причём то, что ты можешь порезать коротким мечом, ты наверняка можешь порезать и этим самым. И... Эй! Пёрышко хочешь? Не-е-е! Ты ж с ума сошла! Ну, хотя бы! Задушить! Повесить! Живодёр! О боже! Вот это самая ужасная твоя идея! Ужас! Ну, ничего не заработает только! М-м-м... Ну, хорошо, ты не пытаешься засыпать ей в рот пороха. Не пыталась. Да-а-а! Оно исчезло. Да, я её испугала трещоткой, кстати, пули. А-а-а! 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 Вот в чём суть. Сминковики. 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 Пулешки. Александр и я скоро поженимся. И я. Мы счастливы... И я. Мы счастливы и любим друг друга. Это единственный мужчина в моей жизни. Прошу, оставь меня в покое. Никогда ничего не было между нами и не будет. Воза. Роза. Воза. Воза, блин. Воза. Воза? Ну, что ты в этом выяснил? Почини лестницу. А-а-а! Точно. Отлично. И вот так-так-то лучше. Ух ты ж, чёрт побери! Целый поиск. Смотри, перец в клетке. Нам нужен перец? Нам нужен реально перец! Да. В клетке, погоди, погоди. Причём прикол в том, что наверняка его освобождать нужно будет не ключом, а какой-нибудь, не знаю, метким выстрелом, отрикошечившим от... Я нашла шапку с хвостом. Это нормально. Барсущая шапка. Ты думаешь, почему барсути теперь в почёте? Их нельзя трогать. Или она не барсучая? Не, енотова! Енотова! То есть, енот! Как там было-то? Ну-ка, выдай. Енот? Выдай. Какой, чё? Какой милый или как там было-то? Ватсон, Ватсон, чё сказал? А-а-а! Блин, я не помню. Проклятье, ты так часто так хорошо цитировала его. Да, но это было... Это... Холмс, это енот! Енот, смотри! Ага. Иди сюда, чё-то как-то... Как там было-то? Да, да. Малых! Малых, вот точно! Да, малых! Вот, вот, я же тебе говорю, ты... Что-то такое. Ты помнишь, генетическая память работает. А-а-а, он боится людей, Ватсон, да. Нужно взорвать этих воробей в их домике. Нужно выманить этого воробяя... Их домика. Их домика, да. С очком. С сыром. Выманить. Ты с ума сошла. Э-э-э... Убить... Что? Этим. Нет. Стрела, во! Самое то. Нет. Не годится. Ой, я нашла стрекозу. Типа, Нокль, например, или шомпал. Это снегаступы. Что такое шомпал? Это снегаступы. Это шомпал. Ага. Как-то надо забыть шомпал. Мы же летом жарили, пекли, ну, делали. На шомпале? Смотри, ключик. Я могу тебе взять перец. Освободи его. Это гениальное шизофрение. Это место мне напоминает другое место, как я как-то раз влез в навышку, на которую я всячески хочу тебя засунуть. Прикольно. Действительно страшное дело. Пешком по лестнице поднимаешься на такую хрень, которая шатается. Шатается. Да, и поднимаешься выше деревьев. Ну, что впечатляет? Там очень стрёмно. Но впечатляет. Да, но там, к счастью, ты забираешься не по прямой, и есть шанс свалиться с лестницы, да? Ага. А там прям такие пролётики, пролётики, то есть, поэтому свалиться шансов нет. Всё-всё-всё по-чёткому. Так, тебе нужно водоробение. И шахматы, а что ж мне сделать-то? Сами шахматы к самим шахматам перемести. О! О, молодец. И куда он делся? Зачем мне это вообще надо было? Он просто нейтрализовал глюк, всё нормально. Вот это, вот сюда. А-а-а, блин, я не замечала. Что на них? Что на них? Это крышечка, я дошло. А-а-а. Я думала, какое-то оружие убийство. Массовое. Угу. Шампл нам нужен был. Причём этот шампл, это явно не тот. Это не шампур, блин. А я думаю, что-то не то. Что-то не то, потому что Фрейд сошёл с ума. Это самое. Ну, мы продолжаем с ума в таком случае. Угу. Пульки? Нет, пульки нету, да? А что-то... Блин. Её собрать надо. А-а-а. Собирай. Угу. Отлично. Угу. Теперь заряжай его. Окей. А-а-а. Вот оно что. Потрох, да. Ну и пули, наконец-то. Три штуки. Всё, бери его полностью. Беру, беру. Ну, ламп очень горячий. Ламп очень горячий. Горячий. Что за бред? Он помог его что-нибудь обмотать. Ну, ладно. Взять и уйти. Угу. Нет. Не занимайся хиней. Не занимайся хиней. Эээ... Давай больше-больше реакции. Вспомни этот, как он называется. Resident Evil. Ага. Ладно, я попробую. Господи. Где твоя память о Resident Evil? Что, я этого не помню вообще. Я тоже. Это вообще было? Может, это мега новое издание? Я тоже ни хрена не помню эту штуку. Не, я помню, что нужно было стрелять, но... Кем? Хорошо. Вы опять заслуженно выиграли меня. Вот ваш фонарь. Вы опять заслуженно выиграли меня. Ну вот. Я о чем уговорю. Это страшно. Сколько же раз мы с ним спали уже? Ой. Ой, я не хочу об этом думать. Хорошо. Слушай, мы... Он слишком толст. Мы расстраивались, что в тот раз мы не смогли выиграть его. Но теперь мы понимаем, почему мы ошибались. Ты что творишь? Вы вообще пошли отсюда, там шкура. Там Бэмби. Да. Для всех, кто не знает, я помогу тебе. Для всех, кто не знает, Фрей страшно боится точек. Что здесь случилось? Ты виноват во всем этом. Да. Это не я. Клянусь. Я ее так и нашла. Эта кровь на моих губах сама прилипла. На нее напали таким же образом, как и на другие жертвы. Вы должны спешить и попытаться добраться до замка. Ты останешься с нами, пока дело не будет раскрыто. Да, сейчас упорхнет, в виде летучей мыши. Я превратил змею и убежала. А почему не нужен был серп для этого занятия, которым мы добыли нож? Серп для занятия? Что? Ну что вы эти штуки обезвредить? Это не паук? Нет, это не паук. Это крюк. Вытащите его на веревке? Да! Круто! Мы его положили себе, как всегда. А это что? А это ты сможешь достать крюком на веревке. Ага. Зачем? Я не знаю. Они сумасшедшие. Ты не спрашивай меня о том, зачем что-то делают сумасшедшие. Тоже, кстати, прикольный экран. Да. Окей, череп. Давай засунем этот череп на голову трупу. Чтоб все знали, что она умерла. Не, 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 не. Это... Это перебор. Смотри. Ё-моё, какая мерзость! Давай как-нибудь свали бы их отсюда. Это не сработает. Чёрт побери. Череп... Фу! Ну, нужно срочно пойти. Фу! Слушай, я не помню, чтобы это мерзство было таким мерзким. Мы тут долго не были просто. Лабиринт, твою мать! А то я не догадался. Би-паук! Слушай, это последнее испытание, которое ставят под вопрос все наши силы. Что я несу? Здесь не хватает куска или... Я помню, ещё это было очень сложно решить. Да-а-а! У меня ещё одну недостающую часть. Да-а-а! Нам чего-то не хватает. Да-а-а! Спросим совета. По мне ползаем! Вали назад. Чтоб мы тебе не ползали. О-о-о! А-а-а! Она хреноведка. А, чтобы мышей спугнуть. Хорошо. Да-а-а! Главное, что я вас больше не вижу. Да. Ну, это было мерзкое. Вот я помню, что эта чушь была сложная. Даже не столько сложная, сколько мы очень долго понять не могли, что ей сделать вообще. И как это делать. Это я помню очень хорошо. Ну, кажется, их просто сложить надо. Угу. Можешь попробовать? Да. Так. Главное мне понять правильно, как вообще это делать. Они просто меняются местами и всё? А, возможно, я это путаю с каким-то другим головоломком. Да, это, наверное, легче всё-таки было. Так, а как перемещать-то? А, вот, всё, я понял. Так, это есть, это есть, это есть. Где ещё есть солнце? Ура! А, ну да, это я, по-моему, сама делала. Ну, ещё бы. Угу. Я думаю, что если бы ты постаралась, ты бы всё делала сама. Э-э-э-э! Скелетина! На нём крыса! Жирная! А нам её нужно найти? Наверное. Кстати, нам её реально нужно найти. Я нашёл её! Ещё я буду пить отвар. Отвар-то что? Перемешай отвар-то сначала. На самом деле, какао. Без всего, без молока. Без сахара. У меня получился какао с этим самым, как он называется-то? С казинаком, что ли? Не-е-е-е! С халвой? С халвой. Но с халвой не то, значит, что в прикуску с халвой. Я пытался как-то поесть этот самый... Только не говори мне, что ты туда бросил халвы. Ну, не специально. Просто я её пытался поесть, чтобы она... Она упала! Всего! Да! Ну, не целиком, но она туда так или иначе крошилась с довольно жирными кусками, пока я её ел. Типа того. Ну, ладно. Поэтому я, пожалуй, верю. Топорище. А, вижу. Карт не вижу. А часть... Часть горба ещё нужна, да. Горба. Горба, да. Горба. Горба. Карты вижу. Они рядом с ботинком и тряпкой красной напоминают. Вижу, да. Проблема в том, что не хватает дневника. Дневник, вернее, закрыт. Вот чем... О! О-о-о! Дневник я открою. Это хорошо. Час и мясо не знаю. Реально не знаю. Ха! Не знаешь, где часы? Я вообще не понимаю. Смотри, у меня есть музыкальный инструмент, но в нём что-то не хватает. Из костей я не могу сделать, к сожалению, струны. Смотри, там змеюка. Где? Она даже двигается. Где? А, вижу. Да, 60 фпс. Слушай, там что-то рядом было. Что-то рядом было. А, нет, это всё, даже хрень. У нас же показывают, что сейчас 60 фпс. Смотрите, как плавно мышка передвигается. Ага. Змея тоже. Ну, змея, она... Это бред. Она так медленно двигается, что никто не поймёт. Она может, кстати, не совсем в 60. Потому что она слишком медленно. Ёберный театр! Где вся эта хрень? Я совет возьму. А, вот они, струны или что это? Это, блин, ключ был! А где часы тебе найду? Ну, в костях... Нет. В вилке странные. Что? Нет. Что за идея странная? В вилке. Э, шизофреническая идея. Э? Я вижу только бинокль. А часы нет. Часы... Они оранжевые. Да, точно. Ты вообще видишь хоть что-нибудь? Я пытаюсь нащупать мышкой что-нибудь, с чем взаимодействует мышка, но не могу это найти. Угу. Что-то было или, мне кажется, показалось? Ну, дорогой друг, просвети нас! Ох ты ж сволочь! Ах ты какой гениальный человек! Часть герба! Ммм, спасибо! А, кстати, как тебе, фател? Ну, на самом деле, ничего особенного. Хотя, то лучше, чем мог бы быть. Фател клевый. Лучше, чем мог бы быть, да. Продолжаются все такие же факелы. И мы заходим в лабиринт. Найти дорогу через катакомбы. Честно говоря, не помню, как я это делал. Да он легкий. Это синий Дракула. Блин. Третий. Р. А, нам нужно лабир... И... Н... Т... Х! Мы прошли его! Оказывается, нужно было идти по слову лабиринт. Я, по-моему, первый раз, когда играла, случайно пришла. Я тебе хуже скажу. Мы когда в последний раз играли, вы тоже случайно пришли. А? Ну, тут нужен герб. Ни хрена! А! Кто это, мужчина? А он что, мертв? Да. Это наш машина, Драйвер. Наверное, наш кучер. Роза! Оставь ее! Роза! Оставь ее! Наш кучер мертв. Наш кучер мертв. Наш кучер мертв. Наш кучер... О, не важно. Мертв, мертв, я какао пью. Ну, пей, пей. Так, кстати, мы же на это можем приостановиться. Сейчас лопну, допивай. Да, 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 давай на этой странной ноте остаться. Да. Там, конечно, 10 минут, наверное, осталось. Или закончим. Или там больше осталось. Где? Ну, я имею в виду, от самой игры. Да. По-моему, очень. Нет, я не уверена. Очень мало? Очень много? Я не знаю. Очень не знаешь сколько? Очень не знаю сколько. Но, да, мы сейчас уже в конечную локацию придем. Это пистолет в кобуре. Шестерка мне нужна. Это пистолет в кобуре. Чего? В кобуре? Смотри, берешь пистолет, засовываешь его, нет, не кобура. Засовываешь его сюда, видишь, пистолет в кобуре. Это кобура? Что такое вообще кобура? Это штука? Это ножны для пистолета. А, ножны. Понятно. Просто я решил, что так тебе легко объяснить, потому что я помню, что в обряде провожания там была такая тема, типа, это самое, типа, нельзя оставлять меч без ножны. Я думал, раз ты это читала, то ты поймешь. А вот есть следующая часть же этой игры. Да. Какой игры? А, этой игры, я помню. Легенда о вампирах, она все-таки вышла. И вот я подумала, что она будет просто реально одной из серий Легенды о вампирах, потому что это вообще даже не приквел. Что? Это происходит, короче, там дело будет происходить раньше, потому что графинь Баторина, насколько я знаю, была раньше 1725 года. графиня Баторина. Окей. Я имею в виду, что это самое, что Чичану нужна вообще. Цифра 6, кандалы и открытка. Вообще графиня Батория это интересная тема. Много где видела, но не читала книгу. Я ее впервые встретил в Диаб... Ой, простите. В Диабло 2. Да, я просто допил этот какао. В Диабло 2? Я бы ищу тебе рассказывать. Там один из боссов, женщина, которая купается в крови. Да, да, да. Девица. Я один из фильмов смотрела. Фильм, который ее оправдывает, скажем так. Ей существует просто несколько мнений о том, купалась ли она в крови девственницы или нет. Вот они, кандалы. Или это были не девственницы. Или она сначала их отымела, а потом купалась в их крови. Я думаю, да, это имело больше смысла. Да, да. Но я думаю, все-таки... Я не знаю. Существует два мнения. Либо она их убивала, либо нет. И все? Да. Эту хрень вот сюда? О, боже. Хорошо, что я нажал. Уберите камни в правильные последствия. Продолжай показывать, что рассказывает. Один из тех источников, где мне встречалась графиня Батория, это была полупорнушка, которая называлась «Аморальные истории». Она какая-то польско-французская, что ли, не то режиссер-поляк. Короче, старая, по-моему, годов. Может быть, восьмидесятых. Может быть, раньше. Насколько полупорнушка? Меня это заинтересует или нет? Откровенного прона, ну, то есть, совсем-то там нету. Но он весьма, весьма. Понятно. Что это? Нужно, чтобы какие-то одинаковые символы ограничили друг с другом. Странно. Какие символы чего? Ну, они одинаковые вроде бы, да? Встречаются. Вроде бы. Дай-ка сюда. Я попробую попытать счастье. Я возьму счастье и буду его пытать. Я, по-моему, так уже говорил в «Они». Это самое. Только ты не смотрела. Да, я не смотрела «Они». О, я знаю. Слушай, слушай, слушай. Уже половину я понял. Да? Я думаю, что центральную... Покрути центральную. Ещё, ещё, ещё. Крути, ещё крути. Дальше крути. Продолжай крутить. Вот так. Я думаю, что должно быть так. Да, я уверен, что должно быть так. А теперь крути остальные, чтобы символы совпадали. Эти? Да. Тут ещё эти же. Ой-ё! Всё равно крути большие. Слушай, подожди. Ну, я же говорю. Я же говорю, что я понял, как должна стоять центральная. Я так думаю. Я уверен, да. Я тебе уверен всё больше и больше. Похоже, более-менее всё равно, как она должна стоять. Центральная? Да. Ни хрена не всё равно. Да? Да. Это самое главное. Я тебе самое главное сделал, а ты говоришь, не всё равно. Чёрт. Ну уж извини. Не, не оценили. Извини, извини. Моя центральная! Я её ещё свернул. О, молодец. Я хотела взять эту и подвезти её сюда. А это не то, это не то. Похоже на то. Да, вот, 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 как правильно. И мне нужна эта, что ли, штука? Наверное. Вот это, кстати, явный пробел в моих вычислениях. А, нет, всё нормально. Повезло. Ну что, покидаем нашу мёртвую кучу. Да пошёл он! Ещё один серп. О-о-о! А это, по-моему, сложно было, да? Я не помню. По-моему, да. Разберите полку с бутылками так, чтобы осталась только одна. Переставляйте одну бутылку через другую на пустое поле, чтобы одну из них удалить. Да, это было сложно. Это было очень сложно, блин. Э-э. Э-э. Ой, сделай. Я помню, я это делал, это была боль. Я это делал, по-моему, минут 20. Двадцать. Двадцать. Да, это было очень сложно. Я потом с трудом понял логику. Это было очень сложно понять эту логику, именно вот того, как это делается, да? Я как-то там что-то закручивал, перекручивал. Вот я почему не люблю эти поиски-то, квесты. Вроде записываем много, получается мало. Нормально, я уважаю. За всеми вырезами. Проблема в том, что я, честно говоря... А, вот, все, 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 понял. А, нельзя наружу уходить. Нельзя наружу уходить. Надо внутрь уходить, кажется. И есть такая странная логика. Это можно сделать по-умному, я знаю. Знаю, по-по-умному. Можно. У нас сейчас запись на два часа. Я знаю. Я решил это. Вау! Сейчас герба. Сейчас герба. Точно, мы еще и герб собираем. О, черт побери. Решет. Ё-моё. Да ты супергерой. Блянь. Он не может достать еще. Без вентиля. От крантика. Не могу ничего сделать. Затащи нож. Нет. Да не влезный крюк, да? Да. Слушай, успокой эту хрень. О, ё-моё. У нас здесь еще целая тема. Это, наверное, поисковик будет. И все по-серьезному. О, нет. Не поисковик. Я что-то его припоминаю. Ай, мне нужно как-то убрать эту плиту. Зачем? А что у тебя есть? Погоди, вы можете это... Может, крюком можешь это сделать? Я надеюсь. Да. Можешь. Ай, мне нужен инструмент. А, крюком. А, крюком. А, крюком достать идет. Ничего, он уже его выбросил. Ладно, давай представим, что он расплавился и улетел. Но обещал вернуться, как Карлсон. Ты мне рассказывала, что ты что-то любил Карлсона или я глюч? Да, ты глюч. Я его не мог, сварела. Ну, вот видишь, я был псевдо-близок. Тебе нужен кусок пирога. А, не мясо. Да. Тьфу, ничего он не понимает. Мясо лучше. Мне кажется, имеется в виду, что это пирог. Нет. Ты ошибся. Вот он. А, это пирог. Такой тонкий. Да, вот знаешь, если у Санцы такие пироги, то... Я ей не завидую. Честно, я тебе скажу. Эти ее лимонники-то? Ага. Лимонные пирожные. Вчера, или нет, вру, позавчера, у меня была мысль купить этого самого, как его, лимонную слойку, то есть у тебя вот это вот там с сыром там, с свинистиком, а я думаю, о, я возьму лимонную слойку, она стоит 13 рублей, понимаешь? То есть в два раза дешевле, чем у меня в прошлом году стоил автобус. В прошлом году, а в этом, наверное, еще дороже. Да. Да. Молотый кофе. Я сначала прочитала молочный. О! Ну так. Его измолотить надо? Вот здесь. А-а-а. Тьфу, блин. А фагрегат какой-нибудь нужен для этого, понятно. А ты что думала? Я все забыла. Кофеево. Кофеево. Ну это немного перебор. Давненько ты просто не пила молотый кофе, настоящий, истинный. Ой, очень давно. Угу. У меня дома, наверное, посыпали. Ой, яйцо. Хотя может и нет, может быть и где-нибудь в этом самом. Я думаю, у тебя дома. Все-таки. А как думаешь, может быть, хотя нет, вряд ли. Я просто думаю, может быть, в каком-нибудь ресторанчике нам давали, но вроде бы нет. Фиг тебе, они двоятся. Ресторанчики? Ну не знаю, я его в автомате покупала, но сомневаюсь. В автомате? Я тоже сомневаюсь. Да. Как выглядит редис, объясни мне. Я сама не помню. Редис это, по-моему, это, да. Давай. Черт, повери, ты права. Это редис. Мне еще нравился редис, но мне его нельзя из-за желудка. Или половину всего нельзя. Да. Это соль? Нет. Это какой-то парципан, наверное. Парципан? Марципан. А-а-а. Ага. Фундук еще. Во. Дундук, да. Да, я люблю фундук. Солюшка. Ты не солюшка, да ты предатель. Я имею в виду, это странная коробочка. Ё-моё, это было вешалка для полотенец? Я вообще не рассмотрела, что это было. Ну, не очень хочу это видеть. Ничего не вижу. Попробуй соль нажать вот на эту баночку. И соленица. Вот на эту, а, или ты уже на нее нажимала. Да сто раз. А на эти тоже? Ага. Ага. Э-э-э. Э-э-э. Совет. Категорически. Это соль. Это яйцо. Одно из них. Еще одно нужно. Ммм. А баклажан мы уже находили, да. Правда, я не помню, когда. И не помню, как он выглядел. Не, ну я знаю, как выглядят баклажаны. Но я больше уважаю эти кабачки. Другими словами, икра заморской баклажаны тебя не удовлетворит. Э-э-э, ну может быть, может быть. Не, баклажан, на самом деле, я себе очень хорошо представляю вкусный баклажан. Знаешь какой? Берешь его, насаживаешь его на палку и делаешь его как шашлык. А, знаю такую тему, но не пробовала никогда. К сожалению. Может быть, мы можем открыть шкаф? А. Нет? Нет, ну она же... Бери совет, бери совет, к черту. Но она же не красная, поэтому... Она, что? А, я понял, соль не красная. Эту шкафу я не могу открыть, она же не красная, я думаю. Крантик это все, я понял. Нам нужно затопить подвал. А, давай затопим подвал. А, а? А? Это вино или кровь? Кровь. Ой, ё. В этом замке только одно вино. А, ну и жбочка. Помнишь, как Арно пришел, говорит, о, какое вкусное вино. Э? Всю жизнь бы его хлебал. Где? Когда это было? Арно, Арно. Арно, да, в Дракуле. Когда он пришел в этот самый... Ух, ё! Развращение Благочева из Медведкова. Петр Благович, один из самых удвожаемых граждан города, недавно вернулся из поездки в Медведково, небольшого города на Марве. По слухам, господин Благович, как говорится, имеет там дом, который периодически посещает. После развращения мы попросили его рассказать немного о своей подъездке. А он не захотел вдаваться в подробности, ублюдок! Но сказал, что время, проведенное в Медведкове, навсегда изменило его жизнь. Он стал вампиром. И смотри, он же на доктора похож. Опять же. На кого из них? На первого. На первого? Ага. Ты думаешь? Я так часто вспоминаю первого доктора. Хотя ты права, пожалуй, его глаза очень похожи. Эти брови из-за чёстной волши, да, очень похожи. Здорово, слушай. Да и возраст соответствует, да. Прекрасно. Он был вампиром в Благовичеве. А когда это было, так, 29 июля 1725 года, да? Два страниц, пять динар сербера Киселёва. Нет! Он насилует её рукой! Он нас дождался зато специально. Как убить вампира? Ой, как мило с его стороны оставить это на лестнице. Вампир боится серебра и дерева. Спасибо за подсказку. Солнечный свет обжигает хол. Хорошо. С серебряными пулями и деревянным колом можно убить его. Прекрасно, я учту. Нужно обязательно попасть в сердце вампира. Хорошо. Ну, я понял. Хорошо, я сделаю, как ты сказал. О, Господи, здесь что-то целую вечность всё изучать. О, Господи. Я приехал из Медведково, я чувствую себя лучше. Я вампир, ура. Завтра я собираюсь в Медведково. Мне нужен отпуск. Местная река Марава особо красива в это время года. Там всегда мои мысли отдыхают. Конечно, было бы ещё лучше, если бы и Роза поехала со мной. Но, к сожалению, мне придётся ехать одному. 4 июля 1625 года. Я приехал в Медведково. Давно уже я не был здесь. Но ничего не изменилось. Сейчас я немного отдохну с дороги. А завтра утром пойду к реке. 6 июля. Когда я шёл сегодня вечером по улице города, она показалась мне какой-то странной. Своего рода жуткой. Как будто меня преследует какая-то тёмная тень. 9 июня. Когда я сидел сегодня в таверне, то увидел человека, который всё время наблюдал за мной. И я почувствовал, что он следит за мной. Жители сказали, что его зовут Арнаут Павле. И посоветовали держаться от него подальше. Поговаривают, что после своего возвращения он изменился. Они боятся произнести его имя. С какого возвращения? Откуда? Он тоже куда-то уезжал. Это Арнаут Павле. Короче, я понял. Вампиризм это такая опасная болезнь, которую можно подцепить в путешествиях. Поэтому мораль игры такова, детки. Сидите дома и не путешествуйте. Поработайте дворниками. Он когда-нибудь поедет в Румынию. Обязательно вампиров встретим. В смысле станем? Этот человек заинтересовал меня 12 июля. Поэтому я представился ему. Он, кажется, недавно вернулся после службы в армии в Медведково. У него нет семьи и живёт он один. Надеюсь, что скоро я смогу узнать о нём больше. У него, кажется, имеются неприятности. И, возможно, мне стоит держаться от него подальше. Но он пробудил к себе моё любопытство. 16 июля. Поэтому он представился к нему, всячески приставал к нему и тому подобное. Но через несколько дней, ночью он проснулся от огромного шума, вскочил с кровати. А на него кто-то напал и поразил его сзади. Он почувствовал жуткую боль. Но потом потерял сознание. О, Господи, что у них только не бывает. Вообще, думаю, каким-то образом я стал меняться. Ну, так всегда и бывает. Во мне пробудились новые интересы к другим людям. Сначала я чувствовал, что с колором умру. Но сейчас у меня... Моё тело заполнено необыкновенной силой. Ё-моё. Это всё? Да. Так и становятся геями. А, ну да. Ни в коем случае никак не верьте. А зачем ему роза в таком случае? А зачем ему голова? Какая роза? Она, женщина. Я повис. В белом плащике. В белом плащике. А это разве не она хочет его изнасиловать? Нет, он её вроде утащил. Ну ладно. И он убил её жениха. Даже так. Я опять слишком мало следил. А может, он у неё и его увёл? У неё его... Он жениха у неё увёл! Недостающая часть медальона «Смерть Александра» была только началом серии убийств. Чушь. Ничего интересного, похоже. Нам нужен был только орнамент, или как он там называется. Кстати, это я заметила, что ли? Эту штуку отодрала? Или она так... Ты! Как всегда всё забыла. Дайте мне слона. Хорошая реакция. Это разве не то, что мы только что читали? Да, я случайно на него нажала. Что-нибудь ещё нам нужно? Думаю, да, наверняка. Ой-ё! Например, поиск. Охотничий нож и голубиное перо. Вот железный нож. Круто, этот человек был много в Африке и в Индии. Сколько мы таких повидали? А мне кажется, что он много был в Медведкове, и оттуда привёз сувениры, которые привёз его новый друг. А, голубое перо. Я думала, голубиное. Я думала, голубиное. Голубое перо. А мы думали, голубиное, а он опять всё о своём. Да, о своём, о женском. Ладно, корабль сломай из бутылки. А-а-а! Анимация на уровне. Мне больше нравится звуковый эффект. А, звуковый эффект хороший. Без палочек не получится барабанить. Вон палочка! Не будешь побарабанить нас. Ну ладно, Гастон. Вторую не вижу. Ага, я тоже пока что. Пока что! Вы это ещё услышите обязательно. Услышите? Да. Или увидите? А ещё нам нужен бубен. Я нашла бубен. Меня больше поражает саркофаг, где здесь могли заныкать. И конь! Вот он! А, вот же он как раз за конём. А-а-а! Ну да. Черепушка! Черепах! 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 Где черепах? Вот он! Ух, ё, молодец! Ага. А ещё нам нужен бинокль. По-моему, он такой маленький ещё. Бинокль я вроде бы видел. Только я его сейчас не вижу. Вот он огромный посередине стоит! Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Извини-извини-извини. Да. Это был тоже огромный звук. Огромный звук. Да. Ой, нам бабочки всё-таки нужны! А ты что думала? Я думала, она так просто для красоты. А, вот ещё одна. Действительно. Ещё нам нужна барабан и метёлка! Вот такое пафсное место, и тут где-то метёлка есть. Глобус вон там! А-а-а, ещё и глобус нужен. А метёлка-то... А, это метёлка! Скорее, пылестряхивалка! Спрашивай совет с палочкой. Вон она! Всё, не надо спрашивать. О-о-о! А, он не пробарабанил даже! Он пробарабанил и смог взять нож! Ага! А-а-а! Он его призвал! Нахрена только нам нож? Вот не знаю. Ну мы всё... Мы все части собрали. Нахрена нам ручка. Не-не-не, не все ещё, я думаю. Наверное, ни хрена не все, да. А, вот это вот место, где козёл стоит... Смотри, козёл. Да-да-да. Мне вообще... Слушай, а мы достали тут всё? Не-а. Ножом её. Нихрена не достали, да. Или ручкой. Это вряд ли. Э? Кубком точно. Ну, мало ли. Всякое безумие тут бывает. Всё тлен. Спрашивай советы. О, точно, заточить нож, не знаю зачем. Я тоже. Как заблестел-то. Угу. Здесь мы всё взяли, блин. Так вот, мне то место с козлом напоминает Resident Evil 4. Мне кажется, что там сейчас будет стоять печатная машинка, чтобы сохраниться. Ммм, может от кучера кусок отрезать? Без комментариев. Слушай, нам, наверное, в кубок надо вина набрать. О, зачем? По-моему, его надо что-то залить там, что-то демоны заплакали вином, что-то такое. А-а-а. Вот оно что. Я просто вспоминал. А. Я должен включить его. Тьфу, блин. Ну да, как он просунется-то сквозь решётка? Я думала, решётку надо убрать. А эта штука, наверное, от какого-нибудь ящичка. Ты можешь... О, от этого ящичка всё, я понял. Вот здесь. А-а-а. Вот то, что нужно. То, что нужно. О. А суток, понятна, хрена нам нож. Хмм. Стой пока, орнамент, наверное. Давай. Не хватает одного куска. А, стой. Нам для чего-то всё-таки нужен нож. Спроси совета на всякий случай. Я не уверена даже, что одного. Одного? Одного, мне кажется. Надеюсь. Совет, ну ладно. Гениально. Я хорошо сказал, чтобы ты спросила совета, иначе бы я в жизни до этого не задумался. Великий крушитель. Ура. Кровью их. Да-а-а-а. Я думал, у меня опять придётся сейчас бежать. Не-е-е. Что теперь? О-о-о. Теперь это. Но она вроде лёгкая. Активируйте трубы так, чтобы запкнулся круг. Каждый круг должен иметь столько соединений, сколько указано на нём. Нажмите на символы в середине, если хотите начать игру сначала. Я пока вообще не понял, но я попробую. Хорошо. Окей, что вы от меня хотите? Какой круг? Чё нажать-то? Ну, одно соединение тут всё легко. Ну, ну, и чё? Так, вот здесь должно быть три соединения. Каких соединения? Ну, здесь. Что за соединения? Вот. Три соединения, например. А-а-а. Вот что я нажал. Да-а-а. Вот, видите? Ё-моё, да. Вот что-то у два соединения. Хорошо, продолжай. Ага. Да, всё верно. Блин, только тут уже, наверное, тупик. Или нет? Я так не думаю. Да, да. Хм. Вот здесь может быть... Хотя нет, не факт. Не факт. Не факт. Так, тут должно быть два соединения. Здесь четыре соединения. Хочешь сама закончить или можно мне? М? Хочешь, говорю, сама закончить? Или можно отнять у тебя мышку? Нет, я сама закончу. Хорошо, тогда жги. Хорошо. Смотри, например, здесь есть такой сложный момент. Я вот его вижу. Ты сейчас тут находишься рядом с четвёркой. Угу. Ты сейчас к этой четвёрке привела два, а ты вполне можешь привезти ещё два. Без проблем. Совершенно верно. Что у нас здесь есть ещё хорошего? У нас есть тройка. Я думаю, что да, имеет смысл действительно её полностью поджать. Вот. Угу. Вот это не полное, блин. Ну, четвёрка. Да, 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 разумеется. Если сейчас запустишь все вокруг четвёрки, ты, скорее всего, выиграешь. Хм. Все вокруг четвёрки? Вот эти две. Вот эти две, да. А. Да, да, я иной уж говорила. Только тебе вторую такую же надо решить. А. Да? Угу. Ну, охренеть. Давай же. Когда-то у него ещё ещё и сильнее. А, отжигай. Да нет, вряд ли. Они, я помню, были вообще полный отстой. Правда, я никак не поняла, что надо нажимать. Потому что ты вот поняла, что надо трубы нажимать. А я думаю, чё, чё, чё? Вроде как жмак, но ничего не происходит. Почему? Пляши от больших. Хотя не то, что прям от больших пляши ещё. Это мерзкое такое выражение. Мне не нравится. Пляши. А, ты всё равно меня не выпляшишь, пляши. Пляши. Так, эти готовы? Да. Да. Понятно. Поджигай их все. Ага, продолжай. О, четёрка готова. Это очень хорошо. И тройка. Замечательно. Великолепно. Угу. Так. Ну, я полагаю, так иметь смысл. Да. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Да, я думаю, да. И хрен его знает, что ещё. Возможно. Возможно, двойка. Скорее всего, нет. Скорее всего, нет. Убери её и зажги лучше эти две. Э? Эти? Да, да, да. Не, не эти две. Вот эту я ещё имел в виду. А-а-а. Да, 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 да. А теперь вот эту. Наверное. Может быть. Нет, я не прав. Я не прав. Я абсолютно не прав. Не слушай меня. Делай как сможешь. Хотя, может быть, ты и прав. Потому что тройку нужно ещё как-то зажечь. А тройка, видишь, не зажигается. Ага. Не зажигается. Да, чё-то я запутался. Бывает. И что теперь? Это вампир. Мы не должны идти туда неподготовленными. Где можно достать деревянный кол? У нас есть нож, но нужно зато... Не болей. Нужно заточить им конь... Кол. Кол. И выбросить нож. Да. Да, определённо. Где же кол взять? Совет. Ой-ё. Опять мне в жизнь не догадался бы. Как же много... Ой, ещё-нибудь всю лестницу из осины сделал специально. И выбросил нож. Ну, нормально. Не надо же нам женщину убивать. Вроде бы. Роза, оставь её в покое. Я вижу, у нас гонки, а как раз вовремя к ужину. Ты знаешь, это правда. Ты знаешь, за всеми этими кровавыми смертями. Так как вам осталось недолго жить, думаю, я смогу вам всё рассказать, нахрена. Да, я именно тот, кого вы ищете. Это Петер Благович, именем королевской чатополаты императорского суда и аресунулась. За преступление, совершённое тобой, ты аресунул. Довольно, чудовище. Ты ответишь за свои дела? Это ведь тот, у которого Ольга умер. А, нахрена всё сжечь? А этот кто? Я не знаю, это... Борис. Иного объяснения не вижу. Ты должен был уничтожить. Когда я был уничтожен, вы уничтожили! Ты был уничтожен! Он сдох. Не обращайте на него внимания. Они просто вместе с Борисом погорели. Понятно. Благодарю вас, сэр Фраумбольд. Вы и ваш партнер спасли меня и весь город. Я буду вам благодарна всю жизнь. Я надеюсь, что в другой раз мы встретимся при более приятных обстоятельствах. Мы должны собираться в дорогу. Прощай! Жителям города больше нечего бояться. Вампир мертв! Мы убили его! Мы убили его! Ты был? Намек! Намек! На самом деле, когда я впервые это прошел, вернее, мы с тобой впервые, я был, я так еще подумал, я что-то половину сюжета упустил мимо ушей, и я решил, что тот парень вообще изначально не был вампиром, это она его совратила. Типа того. Ага, ага. И он такой тоже смотрел, вот она стоит. Чуть-чуть они говорят, что вампира убили. Вот же она стоит. Ну, дураки, ладно. Я думал, что он это имел в виду. А может, она правда изначально была вампиром? Нет. Иначе... Ну, это тоже может быть, с одной стороны. С другой стороны, а как же гейские приключения барона? Ну да, но в то же время, мало ли. А я думаю, с бонусом мы это лучше узнаем. Ага. Посмотрю, кстати, давай в бонусе вообще, что у нас там появилось. Ааа... Бонусная глава, интервью. Не надо. Киселева. Ааа! Реальные фотографии Киселева! Ой. Реальные фотографии Киселева! Прикольно! Ё-моё! Киселева! Ага, Киселева. Наверное, правда, Киселева, блин. Да какая разница? Сохранить фото можно! Ааа! Можно сохранить фото! Ха-ха-ха! Ё-моё! Главное, это фотографии какие-то идиотские. Ну ладно. Или... Ужас! Ну да, еще да! Киселеву я вам скажу! Ааа... Ну да, охренеть. Я как будто в Бразилию попал, только в холодную. Ааа... Ну да. Словенский мир, небось, еще. К тому же. Да вообще где? Не знаю. На нашу местную деревню мало похоже. Интересно, все та же ли война? Наверное, все та же война. Угу. Прикольное озерцо. Приятно. Да, у себя правда очень красиво. Угу. Приятный вид. Все дела. Это что? Церковь. Церковь. А я думал, что это постоялый двор. Хотя да, это церковь. Причем наверняка православная. Кладбище, наверное, погибших от вампиризма, не знаю. Ну это ты загнула, но окей. Ха-ха-ха. Он там... Кладбище слишком местное, слишком. Просто я таких много видел. У тебя твое кладбище, о котором ты рассказывал, и то лучше. Кладбище, о котором я рассказывал... Конечно лучше! Старое кладбище хорошее. Угу. Ты видел кладбище в деревне Пруды. Ой-ё. Вот такое же? Вот примерно такое же, да. Понятно. Только церковь еще хорошая. Да-да-да. Хотя в нее ходят. О-о-о! Вот это вот хорошая фотография. Ага, прикольно. Больше хороших фотографий не будет. Да. Вот еще одна нормальная. Не, вот, да-да-да. Я сохраню фото. А я его крестик тоже сохранил. А, крестик? Давай. Вполне. Куда мы их сохраним? А в мои документы все, я понял. Ага. Угу. Что у нас еще там есть? Кисельон. Музыка. Не надо интервью, не надо. Не хочу. Да. Да-а-а. Он заглючил. Он завис. Нет, не завис. Как все начиналось. Как все начиналось от Сербии. Да. Марко Богович. На мне лежит ответственность за то, что достоянием общественности и телевидения стало... Кисельон. Как сербское телевидение снимало очередное шоу в наших краях. И наши подошли корреспонденты... К нам подошли корреспонденты. Что бы спросить, какой важной и интересной информацией о Кисельонах мы можем поделиться. Я рассказал им, что у нас есть церковь, которая была построена в 1825 году. Футбольный клуб, основанный в 1929 году из школы. Которую построили в 1880 году. В заключении я им рассказал... Они, корреспонденты, смотрели на меня в недоумении, повторили вампир. О событиях, произошедших в 1725 году, я рассказал им, короче, да. Тогда они взяли свои камеры в руки и стали меня снимать. После этого эта история стала известна всему миру. Ну, зашибись. К чему вы это-то? Ну, серьезно. Никогда в жизни этого не видели. Сколько раз вы эту игру играли? Да. Даже не заглядывали сюда. Да. А зря, прикольно. Более-менее, это нет. Это что, и машина? А-а-а. А-а-а. Э-э, вы скоро? Создатели игры просто идиоты. Ха-ха-ха. Они фотографировать не умеют, снимать не умеют. Набихали какого-то бреда сюда. Ну, это как всегда в поисках-то. История Петра Булгаевича. Пфф, офигеть. Реально... Сейчас мы находимся в самой старой части кладбища. Самой. Да. Да. В одной из этих могил должно быть покойцы Петра Булгаевича. Наверное. Прошло много лет, и время взяло свое, и теперь здесь осталось всего несколько старых надгробных камней. Петр Булгаевич умер в 1525 году. После этого, согласно регенту, несколько человек погибли при загадочных обстоятельствах. Захвалючи притчи у селу, да... Прикольный язык. Ага. А, аж похож. До хрена. Очень. Кроме того, жители жаловали, что по ночам их преследовал Петр Булгаевич, и даже его жена говорила, что он приходил к ней в дом по ночам. В городе началась панька, и ответственные лиц города обратились к властям расследовать это дело. Следователи за ней с расследованием, то, что они обнаружили, удивило всех. Тело Петра Булгаевича, умершего 6-7 недель назад, было без следов разложения. О! Кроме того, было обнаружено, что волосы и борода у него выросли. В соответствии с местной практикой, труп Булгаевича был проколот колом из боярышника. Согласно записям, кровь потекла изо рта и ушей. Уста и уши юсу. Его тело было сожжено на костре, а прах развеян по Дунаю. Там еще и Дунай у них есть. Ну да. Это для Нериха вроде бы. На телефон него снимали, придурки. Или на фотоаппарат. В 1625 году в Киселево проживало много членов семьи Булгаевича. Почти 300 лет спустя эта семья все еще проживает здесь, в настоящее время. Это единственная надгробная камера семейства. Потомок тех, кто покоится здесь, жив. Он родился в 1920 году, живет в Киселево и зовут его Жива. Люди, которые покоятся здесь, являются потомками Петра и Булгаевича. Коя только познат в Сербии. Я хотел сказать, что это какая-то жалкая попытка сделать, как бы это сказать... Что-то документальное. Вот, 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 вот. Мой отец делает такие вещи, довольно хорошо делает, но это, конечно, жесть. Пиздец, да. Ну, конечно, интересно, что это реально, да, настоящее. Особенно на реальных событиях. Ну, не столько на реальных событиях, сколько люди услышали какую-то лелевую хрень. Как какой-то мужик что-то придумал, что-то рассказал кое-как. Какой-то Булгаевич что-то. Да, вандир. Ну, вроде бы это общественная байка достояния. Может быть, это правда было? Вот именно общественная байка. Хорошая правда. Ну, скажем так, скорее всего, действительно что-то такое было. Ну, этому наверняка, если находится нормальное объяснение Второе, наверное, не будем смотреть Или второе будем смотреть в следующий раз Перед тем, как включим бонусную главу Точно Музыка тут еще есть Потом посохраняешь Не надо Музыка как музыка Вон, заиграла Ага Еще есть заставки Только не нажимай сохранить заставку Это, видимо, имеется в виду А, нет, я не знаю, что такое заставка Она одна Что, а-а-а, я понял Это, знаешь, ну, когда Вместо того, чтобы экран тух А-а-а А, понятно И обои, куча их Не куча, а 10 Ага Теперь их, кстати, можно сохранить Мы хотели их взять себе на обложку Это забавно Это, наверное, из этого уже Бонуса Это уже из бонуса, да Да, это еще есть Тот самый Кто из них? Это Петр Благович Да, да Точно Это самый Наш этот Приятель Кладбище Ну, вполне естественно Все, продолжай Да Что за концерт-арт Концерт-арт? Вот Господи Она весьма прикольно выглядела В оригинале Могла бы такое оставаться Да Все оставайтесь Навросками И не двигайтесь никогда Давайте поиграем Сорочка у нее офигенная По-моему, она просвечивается Ну, я прямо в такой степени не вижу Но да Это кто? А, это Мэр Мэр, да Вот он, конечно С огнем Он стал лучше, да С огнем он очень своеобразно выглядит Должен сказать Так, ну, этот Непонятный И этот И так-так Прикольный Я вообще не понимаю, кто это Ладно, продолжай Это тот самый его друг Из-за откуда-то Фигура в классе, короче Неизвестно Ты думаешь, что это Друг его? Да А кто это еще? Интересная мысль Потому что я вообще не понимал Кто это такой может быть Он, конечно, стал гораздо хуже, чем был Он так хотя бы был интересным На наброски-то А так он похож на Бориса Почему я сказал, что это Борис? Потому что я думал, что это Не вампир А именно какая-то такая тварь Которую прислуживаются Я подержу ее, господин Типа того А, нет Я думаю, это тот самый Да, они, думаю, сотрудничают Он был прикольный Да, это правда Ну и вообще он прикольный Это правда О, господи Это страшно, выключи это А это вообще что? Это слишком страшно Призрак прилетел Продолжай А это кто? А, это та самая София Выглядела она тоже ужасно Петр Булгаревич Куда ни шло Ага Да Фонтанчики Домишки Еще домишки Что за трактор? А, нет, это не трактор Ты что? Мне показалось Все еще фонтанчик Ой, луна Ратастая О, зарал Господи Такое чушь Сейчас жрет Странный прикол А, да Продолжай, продолжай Это уже Да Ну, хорошо Хоть Знаешь, чем я доволен? Что они нормальные художники Они что-то из этого Все смогли В конечном итоге нарисовать Браво Вы умеете рисовать Я не зомневался Ладно, черт побери Ну, интересно Нам, похоже, надо отсюда валить И это самое И в будущем уже продолжать Бонусную главу И, конечно же, посмотреть интервью Второе Обязательно Да Да уж Ну что, бай-бай Скоро бонус У-у-у Стараемся Угу